Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Жития святых рассматриваем во свете Библии, чтобы на все смотреть открытым ухом. Елампий, 10 октября. Скрываясь с прочими христианами, он был послан ими в город, купить хлеба и тайно принести в пустыню. Пришедший в Некомедию, Елампий выдал прибитый на городских воротах царский указ, написан на пергаменте, повелевающий избивать христиан. Когда Елампий прочитал указ, то посмеялся над таким безумным распоряжением царя, который вооружается не на врагов отечества, а на неповинных людей, и сам опустошает свою землю, убивая бесчисленное множество христианского народа. Евдоксий, 6 сентября. Это вопросы мне, которые задали, как относились к допросам христиане, к мирской власти. Еще во время его речи, святой Евдоксий снял с себя пояс, бывший знаком начальнической власти, и бросил его в лицо правителю, видя там многие воины, в числе 1104, бывшие тайными христианами, возгоревшись ревностью о Боге, сделали то же самое, что и начальники Евдоксии, снявшие воинские знаки, бросили их правителю, будучи готовы лишиться и самого тела, положив души свои за имя Иисуса Христа. Мучитель, увидев такое множество исповедников христовых, неожиданно открывшееся, пришло в смущение, и прекратив испытания, их точно спасал к царю Диоклетиану известия о случившемся, прося распоряжения, как ему поступить. Царь вскоре прислал ему в ответ такой приказ, начальников подвергнуть жестоким пыткам, низших же оставить в покое. Фотий, 12 августа. Всем этим Диоклетиан хотел устрашить призывающих имя Христова. Во все концы римского царства он разослал грозные указы, которыми повсюду повелевалось гнать христиан, мучить и убивать их. При этом на Единородного Сына Божия изрекались многие хулы. Киприан Карпагенский, 31 августа. Подобно буре разразилось гонение Декия. Вскоре же после вступления на престол, сей нечестивый император издал указ, по которому все христиане принуждались к принятию языческой религии и к принесению жертв богам. Этим гонением христиане были подвергнуты испытанию, как золото в огне. Добытием ярче и сильнее был явлен всюду блеск добродетелей христианских. Вопрос 2145. С каких пор произошло преобладание царской власти над церковью? И кто дал власть царю православному лишь символически назначать и убирать епископов, как и их преемники, советские уполномоченные? Ответ. Это святая Библия, особенно вторая часть Новый Завет. Для песнопения и научения Псалтырь, хотя и уже 3000 лет. Ян 5.39. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Если прощете книги Иисуса Новина, Сирахова, 44-50 глава, то вы там найдете таких государственных мужей, и что они сделали? Иссиньян, 14 ноября, в своем своде законов, он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании, праздниках Рождества Христова, крещения Господня и воскресения, благовещения Пресвятой Богородницы и других. Кроме того, Иссиньян построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Иссиньяна считается храм Святой Софии, премудрости Божией в Константинополе. За заслуги церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислены к лику святых и его супруга, царица Пеодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии. А в ней сколько разговоров. Такую распутную женщину во святые, ну, была не так, а зачем было ее канонизировать-то? Вопрос 2146. Откуда это пришло, что если при гонителях-императорах церковь была совершенно независима от них, то как только императоры стали православными, хотя бы только по исповеданию символа, то им дали такую власть в церкви, что они решали, какого епископа куда назначить, совсем как советские уполномоченные. Ответ. Красивый вопрос и прекрасное сравнение. Со времен Константина неравноапостольного уже сын его был еретик и с мечом в руке диктовал свою волю. Но если бы он не поддержал Ариан, то все его самодурства были бы покрыты рязкой любви и ризы лицемерия. 1 Коринфянам 12.28. Иных Бог поставил в церкви во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями. И нигде не скажешь, что царя поставил Бог в церкви. Афанасий Александреевский. 18 января. Собор был создан по просьбе римского папы святого Ливерия, преемника Юлия, в 355 году. На соборе присутствовало до 300 западных епископов. Ариане требовали на нем осуждения Афанасия. На западные настаивали на первоначальной подписи никейского символа. Тогда Констанций, слушавший соседней комнаты все рассуждения отцов собора, вошел в залу совещания с мечом в руках и сказал, что он сам обвиняет Афанасия. Отказывавшимся подписать осуждение Афанасия угрожала ссылка. Поэтому некоторые подписались, а несогласные были сосланы. Вопрос 2147. При изъятии церковных ценностей в 1918 году пострадало очень много служителей церкви. Что они должны были делать, когда у них насильно отнимали церковный утварь? Ответ. Не нужно было слушать Иосифа Володского и других, жаждавших обогащения церкви, и не было бы изъятия того, чего нет. А если уж накопили что-то, им подарили, то разве не было случаев от этого избавиться, притворить все это в хлеб и накормить бедных? И ударились в сохранение бисера девства, и не вопили, что девы далеко не все войдут на пир. Им и девство нисколько не поможет, если внутри будет пустота. Лука 13, 25. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю у вас, откуда вы. Матфея 25, 11, 12. Не из богатых в пустыне. Это у нас тут выскочило, еще не надо здесь, закрыло все. Или в монастыре из пустыни пришли. Кирилл Иерусалимский, 18 марта. Но так как голод не прекращался, и помочь было уже нечем, то святой Кирилл начал продавать церковные вещи, золото, серебро и ценные завесы, покупая на вырученную от продажи деньги пшеницу для голодающих. В это время появился слух, что будто бы в городе видели какую-то женщину, плясавшую в священном облачении на улице. На вопрос, откуда ею получена священная одежда, женщина отвечала, что она приобрела его одного купца, причем назвала ее его имя. Спрошенный, в свою очередь, купец сказал, что одежду для продаж дал ему сам архиепископ. Неизвестно, было ли все это на самом деле или нет, но только слух дошел до митрополита Акакия, который счел его достаточным для обвинения святого Кирилла. На созданном им соборе он предложил извергнуть святого Кирилла, как обесчестившего продажей священный предмет. А обесчестившего, на что собор изъявил свое согласие. А не всем собором, может быть, одного не стоили, но пустили под меч. Вопрос 2148. Меня интересует превращение христианина Юлия в отступника. Какая причина привела к этому? Может, так же было и у Ленина, так как вы его с ним сравните по таланту? Ответ. Исключительно талантливый человек. Думал ли он серьезно уничтожить ни человека, ни одного христианства? В конце он все же показал, что он сознавал, что борется не с видимыми противниками. Тогда зачем же он такую авантюру затеял? Я говорю об Юлиане, отступнике. Псалом 36, 35, 36. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Кирилл Русалимский, 18 марта. Констанция умер в 361 году во время похода против своего двоюродного брата Юлиана. Провозглашенного войсками в Галле императором, куда он сам его назначил главнокомандующим. Юлиан отступник, племянник Константина Великого, сын его брата Юлия Констанция, родился в 331 году. В 345 году вместе с братом Галлом был сослан в Каппадокии Констанцием, где под строгим надзором провел 6 лет. В 351 году он покинул место ссылки и провел несколько лет в Некомидии, где увлекался изучением философии. В 355 году был назначен Констанцием, начальником войск в Галле. Здесь он умел привлечь любого войска, которое в 361 году и провозгласило его императором. Изучение философии под руководством учителя-язычника, раздоры среди христиан вследствие арианских волнений, ненависть к Констанцию возбудили в Юлиане ненависть к религии своего притеснителя – христианству. Он задался целью – восстановить язычество и уничтожить христианство. Но все его попытки потерпели полнейшую неудачу. Юлиан умер в 361 году в походе против персов. Василий, 22 марта. Об Юлиане отступники. Ты не помнишь наград, приготовленных рабам Христовым, не постыдился алтаря, который спас тебя от убиения, когда тебя, восьмилетнего ребенка, искали убить, и ты был спрятан в священном месте. Это ему напоминает. Ты не исполнил закона, который своими устами проповедовал часто, когда был клириком. За это и Христос, царь великий, не помянет тебя в своем вечном царстве. Но и это временное царство скоро отнимет у тебя. Тело твое не сподобится погребения, когда ты извержишь душу свою в лютые болезни. Это предсказал святой о скорой смерти Юлиана, труп которого после погребения земля выбрасила из недр своих. Борис, 2 мая. Император римский Флавий, Клавдий Юлиан, отступник. Царство с 361 по 363 год. Он отрекся от христианства, стремился восстановить язычество. Был убит в битве с перцами и умер со словами «Ты победил, галилеянин». Кириак, 28 октября. Был епископом иерусалимским. Он прожил до царствования Юлиана, отступника. Последний, во время похода на персов, прибыл в Иерусалим и здесь потребовал святого Кириака на суд и принуждал его принести жертву идолам. Но святой решительно отказался сделать это. Тогда император приказал отрубить ему правую руку. «Много посланий написал ты этой рукой», — сказал он. «И многих отклонил от почитания богов». Афанасий Александрийский, 18 января. По смерти Констанция на престол царским вступил Юлиан, который принялся уничтожать Констанциевы уставы и законы и возвращал всех из изгнания. Узнал об этом Афанасий, но он опасался, как бы ариане не привлекли к своему нечестию Юлиана. Тогда еще не обнаружилось отступничество Юлиана и совершенное отречение его от Христа. Тем не менее, святой Афанасий среди глубокой ночи вышел из вышеупомянутой дома девицы, в котором скрывался, и явился посреди церкви Александрийской. Мануил и Исмаил, 17 июля дня. Юлиан, сын Констанции, брата Константина Великого, родился в 331 году по Рождестве Христовом. Сначала он был обучен в христианской религии, но став кесарем в 355 году, он открыто отторжся от христианства, за что и получил название «отступника». По своим философско-религиозным убеждениям Юлиан был эклектик. То есть он веровал. То есть из всех религиозных учений он выбирал себе все то, что ему нравилось. И было вообще согласно с его миросозерцанием. Он веровал в единого верховного бога, но отождествлял его с Митрой или солнечным богом восточного культа. А персы, как известно, тоже чтили солнце, как свое главное божество. Тогда мучитель Юлиан, исполнившись гнева, сказал им, «Как вы, будучи людьми простыми и невежественными, не знающие даже и нашего языка, как вы осмеливаетесь так нагло и столь безумными речами своими хулить нашу веру, которую исповедуем мы, люди, образованные и прошедшие в совершенстве все книжное любомудрие?» Знакомы мы и с вашим учением, ведь вы знаете, что я изучал ваши христианские книги, но увидев, что в них одна только ложь и нет ничего истинного, тотчас же отверг их, чтобы по причине неясности написанного в них не впасть в какое-либо заблуждение. И кто из тех людей, которые верят вашим книгам и по ним поступают, кто из таких показал себя когда-либо славным и совершенным, и что сделал в своей жизни доблестного? Поэтому советую вам, оставьте это детское и ложное умствование, и верьте лучше тому, о чем издавна уже учили лучшие философы. «Если же вы не пожелаете принять моего доброго совета вам, то и вопреки воле своей послушайтесь тех мук, которым я тотчас же вас предам». По убиении персидских посланников, святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, он отправился со всем войском своим в Персию. На это привстили его бесы через своих волшебников, даже пророков, предсказавших ему победу и покорение персов. Сарджа Персидский, услышав об избиении своих послов, исполнился глубокой печали и великого гнева. Узнав, что на него идет законоприступный Ильян, он также собрал все войска и, став на границе своего государства, ополчился на гордого своего врага. И когда войска сошлись, началась великая битва. Но персы скоро превозмогли и победили римское войско, сокрушив таким образом всю силу Ильянову. Вот при этой битве богоотступника Ильяна и поразил гнев Божий. Несчастивый император поражен был невидимой рукой и погиб в великих муках, став под конец посмешищем для всех персов, на которых он так гордо выступил, со своей суетной надеждой на радость бесам, в которых он веровал и на которых так надеялся. Христиане же, освободившись таким образом от жестокого гонения и мучений, прославили Избавителя своего Христа Бога, которому и от нас добудет слава и честь отцом и святым духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Как известно, Ильян выступил в поход против персов 5 марта 363 года. Ильян 18 октября. Во время войны император Ильяна Отступника с персами, многие верующие, зная преподобного как верного раба Божия, просили у него молитвы о неизложении этого врага христиан. Преподобный 10 дней молился об освобождении от злого мучителя и наконец услышал голос. Нечистое и мерзкое животное пало! Окончив молитву, преподобный с радостью возвратился к братьям. На вопрос их о причине его радости Ильян отвечал. Братья, в настоящее время есть время благодушия и радования. Нечистое не стало. Восставший против Господа получил достойное выражение от преследовавшего и его руки. Поэтому-то и я радуюсь, видя, что гонимая им церкви торжествует, и отступник не получил никакой помощи от демонов, которых чтил. Артемий 20 октября. Он разослал по всем странам своего царства, восточным и западным, указ о том, чтобы те храмы, которые в царстве Константина Великого были отняты у христианами, у язычников, теперь были снова отданы язычникам. Чтобы унизить христианца, нечестивый Ильян взяв из раки гвозди святого пророка Елисея и мощи святого Иоанна Крестителя, кроме честного его главы и правой руки, которые лежали в Севастии, и смешав их с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел развел по воздуху. Артемий 20 октября. «Ты, Артемий, знаешь и сам, что брат мой Галл безвинный из одной зависти был умершлен Констанцием. Но престол более прав имел наш род, чем род Константина. Ибо отец мой Констанции родился у деда моего Констанции, а дочери Максимиана. Константин же родился от Тилены, женщины простого звания. К тому же и дед мой тогда еще не был кесарем-то, когда у него родился сын от Тилены. А отец мой родился у него тогда, когда он уже вступил на престол. Но Константин дерзко похитил царскую власть. Сын его Констанции умертвил моего отца и братьев его, убил недавнего брата моего Галла. Хотел он убить и меня, но меня спасли из его рук боги. В надежде на них я отрекся от христианства и уклонился к еллинской религии. Я хорошо знаю, что вера еллинская и римская есть вера древнейшая. Христианская же явилась недавно, и Константин принял ее отвершие древние и добрые римские правила жизни, только по своему невежеству и неразумию. И боги возненавидели его, как нечестивого и недостойного доверия их. Боги возненавидели и отвергли его от себя, а его нечестивое потомство истребили от среды живущих. Не правда ли я говорю, Артемий? Ты человек старый, разумный, рассудишь, а правду ли я говорю? Итак, признай истину и будь нашим. Ибо я хочу, чтобы ты был мне другом и помощником по управлению царством. Услышав сие и немного помедлив, святой Артемий начал так говорить. Прежде всего относительно твоего брата скажу тебе, царь, что я не повинен в его смерти. Да и вообще я ни делом, ни словом никогда не сделал ему вреда. Сколько не расследует, ты ничего не докажешь, что я был повинен в его смерти. Я знал, что он был настоящий христианин, благочестивый и послушный закону Христа. Доведует небо и земля и весь лифт от святых ангелов и Господь наш, мой Иисус Христос, коему я служу, что я повинен в убийстве твоего брата. И ни в чем не содействовал его убийцам. Не повинен в убийстве брата. Меня и не было с царем Констанцием в то время, когда было рассуждение о твоем брате. Все время до сегодня года я оставался в Египте. А на твое предложение, чтобы я отрекся от Христа, моего Спасителя, отвечу тебе словами трех отроков, которые были привыкны на уходы на острове. Даниила 3.18 Да будет тебе, царь, известно, что богам твоим я не служу, и золотому истукану тебе, любезного Аполлона, не поклонюсь никогда. Ты унизил блаженного Константина и его род, назвав его врагом богов и человеком безумным. Но он был обращен ко Христу от богов ваших через особое призвание свыше. А в этом ты послушай меня, как свидетельность его события. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенсия, около пола не явился на небе крест, сиявший ярче солнца. И на том кресте звездами были изображены латинские слова, обращенные Константину, победу. Все мы увидели, как ктоят с креста. Видели тот крест, явившийся на небе, и прочитали написанное на нем. И ныне в войске есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами. «Разузнай, если хочешь, и ты увидишь, что я говорю правду». Возвратившись со стыдом от своих жертвоприношений, Юлиан возложил вину в сожжении храма Аполлоново на христиан, говоря, что его зажгли ночью именно они. И отняв у христиан святые церкви, превратил их в выдольские храмы и стал делать большие притеснения христианам. Мучитель, разгневавшись, повелел каменотесом рассечь один большой камень и потом столкнуть его сверху на Артемия, который был связан и положен на каменную плиту под этим камнем. Когда это было исполнено, все тело мученика покрыло упавший на него камень и так придавил его, что сломал ему все кости. Внутренности его выпали, составы тела переломились, и глазные яблоки вышли из своих мест. И какое великое чудо! Будучи сплющен между камнями, святой остался живым и призывал Бога, своего помощника. И было всем страшно смотреть на него. Перед ними был обожженный человек, вдавленный как доска, с раздробленными костями, с выпавшими внутренностями. Лицо его было раздавлено, глаза вышли из орбит. Но жизнь все еще держалась в нем. Ноги могли двигаться, язык еще был способен ясно говорить. Сам учитель, увидев такое чудо, ужаснулся и сказал своим приближенным, Человек этот или привидение. Не отвел ли глаза нам этот волшебник? Ибо перед нами зрелище страшное, выходящее за пределы природы. Кто ожидал, что он еще жив? А теперь, когда у него выпали внутренности, и все суставы ее разбиты и расслаблены, он все-таки двигается, ходит и говорит. После же кончины Артемия вскоре сбылось то пророчество, которое он высказал Юлиану прямо в глаза относительно его смерти. Тебе предстоит скорая погибель и недолго уже до того времени, когда память о тебе погибнет с шумом. Ибо Юлиан умертвил святого Артемия, тронулся со своими войсками из Антиохии и пошел на персов. Когда дошел он до города Тезифона, ему встретился один перс, человек старый, уважаемый, очень рассудительный. Он обещал Юлиану предать персидское царство и вызвался быть проводником в Персию, беззаконному царю и всему его войску. Но это не послужило на пользу злому кровописи, ибо тот перс обманул его. И показывая вид, что ведет его привойна стоящей дорогой, это ввел злодея в Карманицкую пустыню, в места непроходимые, где постоянно встречались пропасти, где не было вовсе воды и никакой пищи. Так что все воины истомились от голода и жажды, а кони, верблюды, все пали. После всего проводник признался, что он с намерением завел римлян в такие пустые и страшные места, чтобы ослабить их силу. «Я для того себе сделал, — сказал он, — чтобы не видеть отечество свое плененным врагами. И лучше здесь мне одному, чем всему моему отечеству погибнуть от ваших рук». И точно после всего признания перст тот был рассечен воинами на части. Блуждая по пустыне, греки и римляне против своей воли столкнулись с персидским войском, и во время происшедшего здесь сражения многие Ильяновы воины пали. Возмездие божественно постигло тут и самого Ильяна, ибо он был пронзен вбок, невидимой рукою, свыше, и невидимым оружием, которое прошло низ живота его. Он тяжко застонал и, схватив рукой горсть крови, бросил ее в воздух и воскликнул «Ты победил, Христос! Насыться, галилеянин!» И тут извержен, умирая в муках свою злодейскую и скверную душу, и погиб шумом по пророчеству святого Артемия. Вопрос 2149. Сегодня, как и на протяжении всей истории человека, появилось множество верований. Можем ли мы из житей подчеркнуть достойный пример борьбы за чистоту православной веры? Ответ. Этого можно учить у миссионеров, которые работали с Библией в руках с сектантами. Монахи упирали больше на чудеса, но ставка была огромная. Если чудо произошло, и ты не поверил, то лишался головы или свободы. Библия же учит, что в Новом Завете можем доказывать только на основании самой Библии и никак более. Образец. Деяние 15 глава и Деяние 17.1. 11. Здесь же были благомысленно фессалоникских, они и приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяние 17.3. «Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Деяние 18.28. И вот сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Иисус есть Христос. Иисус есть Христос. «Будем поститься и соборно молиться Богу». После этих слов святейшего Анатолия все одобрили его совет и написали два свитка. «Правоверная свой, а зловерная свой. И запечатали своим печатем, открыли гроб святой, положили оба свитка у него на груди и закрыли опять гроб, приложили царскую печать, приставили стражу и три дня отпастились и молились. С наступлением четвертого дня пришел царевец в собор к честному гробу святой. И когда сняв царскую печать, открыли гроб, то увидели, что свиток правоверных святая великомученица держит в правой руке, а свиток зловерных лежит у ней в ногах. Удивительнее же всего было то, что она, протянув руку, как живая, подала царю и патриарху свиток с правым исповеданием. Тогда все несказанно обрадовались и прославили Бога, воспели похвальные песни с благодарением святой великомученице и поклонились теплой любовью и его чудотворным мощам. И тотчас объявили православную веру, как утвержденную Богом и чудесно возвещенную святой великомученицей, а еретическое зловерие предали проклятию. Многие зеретиков, увидев такое чудо, обратились к православию. А кто оставался непреклонным, тех лишили сана и сослали в заточение. Это уже православное. С этого времени иконописцы начали изображать на иконах святую великомученицу и фимию со свитком в правой руке в незабвенную память этого славного чуда во время собора. Аминь.